ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автомобиль, который месяц назад отметил свой 45-й юбилей, выбился в лидеры российских продаж новых кроссоверов и внедорожников. Речь о Lada Niva Legend, которая в настоящее время продается по цене от 819 тысяч рублей. Еще совсем недавно ходили слухи о прекращении выпуска модели, но все изменилось. Перед Нивой, видимо, открылись новые горизонты. Вторая строчка списка наиболее популярных кроссоверов по итогам апрельских продаж досталась Hyundai Creta, минимум 1 миллион 860 тысяч. Замкнул тройку лидеров Renault Duster со стартовым ценником 1 миллион 618 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН ГИБДД нередко сообщает о задержании водителей с поддельными правами. Очередной такой случай произошел в Самарской области. Дорожным полицейским попался уроженец одного из сопредельных государств, водительское удостоверение которого вызвало подозрение. Экспертиза показала, что документ изготовлен кустарным способом. Вскоре автомобилист признался, что приобрел фальшивку за 25 тысяч рублей. Госавтоинспекция напоминает, за подделку, изготовление или оборот поддельных документов можно угодить в тюрьму на срок до одного года. ТРАССА СТО ОДИН Хавейл начал снижать цены на автомобили на 500 тысяч рублей. Подешевел равный внедорожник H9, оснащаемый в базовой версии 2-литровым 218-сильным бензиновым мотором. Кстати, на российском сайте китайской компании снова стали публиковать минимальные заводские цены моделей. Самый дешевый, Хавейл Джолион, сейчас стоит от 2 миллионов 179 тысяч. Цены на кроссоверы F7 и F7X начинаются, соответственно, от 2 миллионов 639 тысяч и 2 миллионов 689 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А Лукоил объявил о покупке автозаправочных станций Shell. Всего в России насчитывается более 400 таких АЗС. Кроме того, российская компания приобретает завод по производству смазочных материалов в Тверской области, который до сей поры принадлежал британо-нидерландской фирме. В начале марта автомобильное масло Shell, как и продукция других зарубежных нефтеперерабатывающих компаний, подорожало минимум в два раза. Цены при этом не снижаются. К примеру, 4-х литровая канистра популярного синтетического масла Shell Helix Ultra 5W40 стоит сейчас в районе 6 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Кто только не берется за выпуск электромобилей, и вьетнамцы тоже. Вьетнамская компания WinFast в этом году собирается вывести на европейский рынок электрические кроссоверы VF8 и VF9. Ведь не исключено, что в 2023-м их начнут предлагать и в России. Характеристики у машин довольно приличные. Например, запас хода до 500 километров. Что касается цен, то восьмерка по нынешнему курсу обойдется в сумму от 3 до 4 миллионов рублей, а девятка от 4 до 5 миллионов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова